Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня у нас в студии наш гость Николай Сергеевич Лапин, кандидат исторических наук, доцент, руководитель отдела евразийства и политических исследований Института истории государства. Здравствуйте, Николай Сергеевич. Добрый день. Речь пойдет у нас о такой интересной фигуре, которая получила пристальное внимание со стороны и отечественных, и российских, и зарубежных исследователей. Это Ураз Мухаммед. Почему вы выбрали эту личность? Личность действительно крайне интересная, даже на фоне других не менее интересных и важных личностей эпохи позднего Средневековья. Тем не менее, его судьба, личная жизнь, его деятельность дипломатическая, военная и прочее, она достаточно давно уже привлекает внимание историков. Да и не только историков. Обычно в таких случаях, когда личность интересная, говорят, вот бы написать роман про его жизнь или снять фильм. На самом деле, как раз именно про эту личность уже и романы написаны. Мы знаем прекрасную большую работу Могауина «Вешни и снега», как раз связанную с описанием, очень интересную, кто не читал ее. Личность давно привлекала и профессиональных, и, к счастью, или, к сожалению, непрофессиональных историков тоже. Личность уникальная судьба, то есть человек, который прославился за тысячи километров от своей родины, человек, которого судьба возвела на высокий престол. Он был официально, хотя у нас иногда называют, ну, в русских источниках царевич ураза Мухаммеда, султан ураза Мухаммеда, но, на самом деле, он достиг официального титула хана, или царь Касимовский, или хан Касимовский. То есть человек, который запечатлен, личность которого запечатлена в исторических хрониках. Ну, самое известное — это сочинение Кадра-Лебека, которого буквально недавно, буквально в этом году было прекрасное издание в России, в Казани, там презентация была, где вот все возможные списки были приведены, проанализированы одним из специалистов. Сохранились о нем документы немного, к сожалению, к огромному сожалению, не очень много, но, тем не менее, те, которые позволяют более-менее надежно, ну, хоть какие-то контуры его биографии очертить. Он очень хорошо и давно известен, причем известен классикам и историографии, и Карамзину, и остальным, которые писали о его судьбе, о его роли или участии, в том числе в известном, так называемом, смутном времени в российском государстве. Мы знаем, что там в начале 17-го столетика бурные события происходили, вот одним из таких, одной из таких ярких личностей, это был тоже ураза Мухаммеда. Ну, то есть, человек действительно заслуживающий самого чуткого, самого пристального внимания, в первую очередь, конечно, историков, но личность и его биография, я думаю, она поучительно интересна для самого широкого круга читателей, зрителей и так далее. Хорошо. Кроме того, в этом году отмечается юбилей у раз Мухаммеда. Да, здесь интересная история, действительно, в эти, скажем так, годы отмечается, по одной из версий, именно текущий год, год 450-летия со дня его рождения, хотя нужно оттуда говориться, и здесь несколько версий существует, там небольшое разночтение в датах, но по разным расчетам, я вот это подчеркну, потому что мы не имеем, к сожалению, по крайней мере пока, мы не имеем четкого документа, который обозначен свидетельство о возрасте, о времени рождения, о дате или хотя бы годе рождения. Но вот по некоторым расчетам еще выдающийся востоковед Велиминов Зернов делал такое предположение, которое исследовал и написал прекрасную большую работу о касимовских царях и царевичах, в том числе уделил очень много внимания личности как раз у раз Мухаммеда, как одному из касимовских царей. Так вот, он сопоставляя разные имеющиеся данные на тот момент, и в принципе многие историки современные соглашаются с этим, что вот рождение у раз Мухаммеда следует отнести к началу 1570-х годов. То есть он предполагал, что это возможно, или предложил такую систему расчета, по которой историки говорят, что скорее всего рождение нужно отнести либо к 1572 году, либо кто-то предполагает 1573 год, соответственно, вот в текущем году значит юбилей. Ну и есть еще одна версия, тоже известного нашего исследователя Сабитова Жаксылы Камуратовича, он предполагает приводить расчет 1574 год. Но в любом случае, то есть это вот как раз дата, которая фигурирует, то есть я думаю, мы не ошибемся, если вот этот год тоже назовем, потому что мы как бы предполагаем эту дату. Кстати, несколько лет назад, я думаю, многие в курсе, при непосредственном участии нашего посольства, посольства Республики Казахстан в Российской Федерации, вот в современной Рязанской области, там где как раз территориально, да, совершенно верно, там где возможное захоронение было у раз Мухаммеда, там была открыта памятная стела, и там, кстати, 1573 год указан на этой стеле, год рождения. На современной стеле? Да, да, это современная стела в памяти о нем. На месте захоронения была установлена же каменная стела, именно когда его хоронили? Там, да. С датой указанием, датой смерти? Дата смерти, она нам относительно известна, там со стеллой вопрос, может быть, не совсем такой однозначный, и с местом захоронения, почему? Потому что мы знаем один из таких ярких эпизодов его биографии, это смерть, конечно, гибель, мы знаем, он был убит по приказу тоже известного в своем роде человека, это Лжедмитрий II, который как раз вот начало 17-го столетия, вот эти вот события очень непростые в русском царстве, вот он, все историки склоняются, есть и письменные данные, дневные записи там западных, в первую очередь, польских свидетелей, в общем, мы знаем, что вот осенью 1610-го года его убивают, но по некоторым данным, что стало с его телом, то есть предполагаю, что вот после убийства, по приказу уже Дмитрия II, его тело у Роза Мухаммеда было сброшено в реку, в Аку, поэтому, как бы, многие сомневаются, то есть это памятный знак тоже был, возможно, кто-то предполагает, что, возможно, тело нашли, перехоронили через какое-то время, к сожалению, сейчас вот точно мы не сможем сказать, но мы знаем, что это осень 1610-го года, это год его гибель, год его смерти, а вот год рождения тут, так сказать, разночения пока сохраняются. Ну, в любом случае, мы можем, по крайней мере, достаточно, мне кажется, обоснованно говорить о том, что он относительно молодом возрасте, то есть в районе плюс-минус 40 примерно лет, вот это, но тем не менее за такую небольшую относительно жизни он, конечно, сумел себя оставить в истории, в историографии и так далее. Хорошо. Давайте обратимся к личности Ураза Мухаммеда. Насколько известно, он был джучидом, потомком Урусхана, то есть относился непосредственно к близкой, родне Казахских ханов. Совершенно верно, да. Ну, собственно, тут тоже не секрет, его очень высокий социальный статус в русском царстве во времена Бориса Годунова, который его, скажем так, сделал его приближенным, который держал его при себе и при себе, в смысле, поддерживал, при его непосредственном содействии и распоряжении, собственно, Ураза Мухаммеда стал Касимовским ханом. Это как раз его высокое генеалогическое происхождение, его прямое родство с чингизидами. Мы хорошо знаем, что в XVI веке, в том числе и в конце XVI века, и в XVII веке, значение золотого рода, как его называют, или рода Чингисхана, потомков Чингисхана, оно было, по крайней мере, в русском царстве, в других евразийских государствах, оно было достаточно высокое. Поэтому те чингизиды, которые попадали в Россию того периода, они имели довольно высокий статус и наделялись землями соответствующими, и титулами жаловались, и назначались на соответствующие должности, и так далее, и так далее. И вот как раз это связано в том числе и с тем, что еще практически сразу после того, как он попал в Россию, это, скорее всего, конец 80-х годов, но большинство склоняется к 1588 году, когда он был пленен... Сибирским воеводом. Да, одним из сибирских воевод, Чуковым, и отправлен в Москву, уже на рубеже 80-90-х годов он назначается на различной должности и так далее. Но это как раз связано с тем, что, во-первых, он являлся прямым, одним из старших внуков карацкого хана Шигая. То есть он не просто чингизит, который было очень-очень... Ну, прямо скажем, много, и тогда и чингизитские державы, собственно, существовали, а именно из правящего рода, который вот недавно правящий, то есть прямые потомки действующих сыновья, либо внуки царей и правителей. Кроме того, уже в 90-е годы его родной дядя Тавакул-хан или Таукелий-хан, Тевкель, царь, как в разных источниках пишется, это его родной дядя, он тоже был царем в русских источниках, ну, или мы говорим, макарским ханом, то есть он состоял в прямом непосредственном родстве, то есть не просто был чингизидом, но и царственным чингизидом, то есть он происходил, так сказать, из правящих, царствующих семей, причем и в недавнем прошлом, как его дед непосредственно, так и вот действующий правитель независимого государства, Казахстанского ханства, это был его прямой, ну, ближайший родственник, совершенно верно, поэтому его, скажем так, генеалогическая ценность, она была крайне высока, то есть уже его происхождение было безупречным, то есть он чингизид был, поэтому здесь его, в этом плане биография, она относительно хорошо известна, тут можно сослаться или порекомендовать работы современного российского специалиста Андрея Васильевича Белякова, который как раз занимается в том числе генеалогическими связями различных чингизидских родов, групп на территории русского государства, шире Евразии. Чингизиды, они были очень тесны, и вот он был в свое время в тесных контактах, и брачные контакты и так далее, то есть разными ветвями чингизидов, поэтому, то есть этот статус постоянно как бы поддерживался, обновлялся. Поддерживался, да, обновлялся. Хорошо. Ну вот, его присутствие в московском государстве. Почему он там находился? Почему его не отпустили, не освободили? Что представляло собой его положение в Москве? Ну тут на самом деле большого секрета тоже нет, это то, о чем мы, собственно, говорили, его происхождение. То есть это большая ценность была. Мы знаем, что конец 16-го столетия в России происходит смена династии, то есть Рюриковичи уходят со смертью Федора Ивановича, к власти приходят, он и так фактически был правителем, а теперь он устанавливает, фактически провозглашает себя царем Борис Годунов, который, ну скажем так, заботясь о своей легитимности, он окружал себя выходцами из других династий, в первую очередь царствующие. Да, совершенно верно. То есть это такой статус как бы царь царей, то есть царь над царями, то есть он не просто независимый царь, не просто новый царь, который основал новую династию на Москве в русском государстве, но еще там были выходцы из других, из того же Касимовского царства, которое достаточно давно к тому времени существовало, как раз в том числе и выполняло эти функции, то есть внутри государства было еще свое царство, и вот на пышных приемах, дипломатических приемах, то есть обязательно было присутствие таких представителей, ярких представителей других царственных домов, в первую очередь чингизидов, показывало, что вот смотрите, при моем дворе, то есть в моем фактически подчинении, но с таким высоким статусом есть в том числе и такие личности. Это были выезды царские, даже вот они назначались в том числе и уразмухамед, достаточно, если мы принимаем дату его рождения, начало 70-х годов, то есть в достаточно молодом возрасте, он уже там ему поручает, чаще это конечно было формально, то есть официально было, и реально полками руководили другие воеводы, полководцы, но официально он там назначался воеводом правой руки и так далее, то есть потому что он имел... Тоже подчеркивало, да, статус? Совершенно верно, то есть что руководит, вот, сохранилась переписка, она достаточно хорошо известна, ну вот различные дипломатические контакты, с которыми Россия поддерживала в тот период, там с персидским государством, с османским государством и так далее, с западными державами, что вот, как бы подчеркивалось, далеко не всегда это реальный статус, конечно, русского царя обозначало, но он говорил, что вот под моей высокой рукой, там и тот правитель, и этот правитель, и в том числе, несмотря на то, что переговоры официально, мы даже не знаем, как они в реальности закончились, тем же Тавакулханом, казахским правителем, что вот в моем подчинении и казахская Орда и Калмыцкая Орда и так далее, ну то есть, чтобы приподнять, так сказать, в лице, так сказать, перед лицом других правителей иностранных. Поэтому действительно, это большая такая политическая, генеалогическая ценность была не случайно, уже позже, после того, как часть чингизидов, например, принимала православие уже в 17-м столетии, те же потомки Кучума, например, они напрямую роднились с династией Романовых, то есть они долго еще сохранили до начала 18-го века титул царевичей и так далее, и так далее. То есть это, особенно при Алексея Михайловича, он опять вот, похоже, как бы, как Годунов отлюбил окружать себя вот бывшими действующими или близкими родственниками иностранных, скажем так, других династий. Так вот, и тоже были выходы царя, и его сопровождали, как бы, поддерживали, то есть там целая церемония была. Ну, свой протокол. Совершенно верно, да, 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 и это было очень почетно. Поэтому это и объясняет как раз. Но не только это, на самом деле, то есть если бы он не имел, как бы, личных качеств, то есть навряд ли он, если бы он не удовлетворял по личным способностям действующих на тот момент царей, ну, Бориса Годунова, в первую очередь, то навряд ли бы он таких вершин достиг. То есть здесь у нас в историографии, как бы, линия такая, может быть, не всегда критично излишнего восхваления, то есть вот превозносит, либо наоборот, вот, ну, вот это просто он был чингизитным, поэтому нет. Здесь нужно, как бы, избрать, что называется, золотую середину. Мы должны отталкиваться от источников и логики, собственно, исторической логики, то есть и его происхождение было очень важно, это тут без всяких допущений. И личные качества, наверное, да? Личные качества, безусловно, то есть, ну, не будучи, так сказать, способным или приспособленным, или способным удержаться на царском троне, когда уже и Годунова не было, и династия сменилась, и не раз сменилась, то есть вот во всех этих событиях не случайно он, у него такое трагическое завершение жизни, которое тоже стало, сохранилось в истории, вот эта гибель от рук уже как раз показывает его, ну, определенную субъектность, то есть он какую-то свою политику тоже проводил, причем он сумел удержать Касимовский трон и при Годунове, и после Годунова, и при Лжидмитрии Первом, и при последнем русском царе из династии Рюриковича Василию Шуйском, хотя у него разные тоже были отношения, и вот и до Лжидмитрия Второго, то есть там ситуация менялась, разные союзы организовывались, разные противостояния, Безусловно, безусловно, но он, по крайней мере, до 1610 года он сумел сохраниться, то есть сумел, по крайней мере, по возможности, то есть сохранить престол, звание, и почему с ним вели переговоры тот же Лжидмитрий, те же поляки, например, почему, пусть не очень простые, но были отношения, вынужден был с ним и Василий Шуйский закон о царе выстраивать, потому что он, ну, сохранял определенную субъектность, определенное значение, уже когда просто происхождение уже было недостаточно, а нужно было, то есть он, очевидно, каким-то ресурсами и материальными, и воинскими смог сохранить их, по крайней мере, в тот период и так далее. Хорошо, но вот эта вот субъектность, как вы говорите, да, его особый статус, положение в обществе давало ему определенные какие-то прерогативы, да, вот, опять-таки, контакты с различными дипломатами, зарубежными представителями, посольствами, вот. Скажите, пожалуйста, можно ли сказать о том, что раз Мухаммед выполнял при московском дворе какие-то дипломатические функции? Мы прямо это можем утверждать, причем четко ссылаясь или отталкиваясь от источников, которые сохранились. Причем интересно, мы, в принципе, несколько, скажем так, немного, но всего несколько групп источников, то есть связанных с его жизнью, это вот последние годы жизни, участие, так сказать, отдельные события эпохи смутного времени и вторая группа источников, которые более или менее, вот, несколько документов, по крайней мере, мы имеем, не просто один документ, а вот сразу несколько документов, это как раз связано с его посольской деятельностью, дипломатической деятельностью. Да, существовала такая практика, то есть, если, не будучи официально, скажем так, и не имея официально статус в посольском приказе, например, при русском царе, но, тем не менее, если речь шла о контактах с близким государством, или он тот или иной знатный человек мог посодействовать, ввести от имени царя или, скажем так, по поручению посольского приказа стеренные переговоры, контакты, он вступал в них. То есть, практика посольская была такая, что было представление царю, но, естественно, царь с послами напрямую, постоянную регулярную работу не вел, то есть, там, соответственно, назначался человек, либо представитель посольского приказа, либо вот в данном случае, и мы имеем, как я уже сказал, источник, который нам свидетельствует о том, что в 1500, скорее всего, в самом конце 1594 года из казахского ханства было отправлено посольство от действовавшего тогда казахского хана, правившего тогда казахского хана Тавакулхана, или Тауикеля, как его называют в современной казахстанской историографии, султанов называют Тавакулхан. Так вот, он... С Кулхами, да? Он, да, совершенно верно. Причем документы, с которыми я тоже ознакомился, они доступны, они публиковались. Был назначен главный посол, но мы не знаем, сколько было человек в посольстве в казахском, но, по крайней мере, главного посла Кулмухамеда мы знаем. Он представлял не только Тавакулхана, но и его братьев. Очень интересное посольство, потому что оно сохранило некоторые данные вообще о ситуации в казахском ханстве. И действительно, вот в конце 1594 года отправляется посольство, судя по всему, и в самом начале 1595 года это посольство пребывает. И вот как раз Ураз Мухамед, он непосредственно принимает участие во встречах, в переговорах, в беседах с казахским послом. Причем в историографии почему-то, может быть, не часто этому вниманию уделялось. Говорят о том, что была только одна встреча Ураз Мухамеда и Кулмухамеда, но на самом деле такие встречи, по крайней мере, по источникам я могу говорить как минимум о трех встречах. Это официально три, да? Ну, по крайней мере, по источникам мы точно можем сказать, что две встречи было как минимум в январе 595 года в Москве, скорее всего, на подворье, то есть, скорее всего, у Ураз Мухамеда в Москве был свой дом, вот ему поручили от имени посольского приказа, чтобы он принял казахского посла. А потом еще и по просьбе Ураз Мухамеда, документ сохранилось, он просил, чтобы разрешили казахскому послу приехать уже в его поместье непосредственно. И вот, скорее всего, в феврале 1595 года примерно в это время еще третья встреча состоялась. Как она называлась «на Одине»? «На Одине» это… в документах есть такая фраза… Что она означает? То есть, один на один. Но некоторые историки, Андрей Васильевич Великов, он говорит о том, что один на один без свидетелей, без… А мы знаем, раз это посольство было официально, это был официальный посол, то есть, это не просто Ганецку в Мухамед было, то есть, это официальный представитель казахского хана был. Естественно, там были переводчики посольского приказа, там были… когда мы говорим о встречах у раз Мухамеда, это не значит, что он один на один, вот, как мы сейчас здесь беседуем, раз беседы фиксировались, а мы как раз знаем документы, и они сохранились, по крайней мере, частично документы, бесед не всех, но, по крайней мере, одной из этих бесед, точно документы сохранились, их, так сказать… Стенограмма, да? Ну, своего рода, да. То есть, там были представители, там были переводчики посольского приказа Степановы, известные один из них, потом будет как раз с Кул Мухамедом будет отправлен к Кулу-хану. Так вот, на Одине, то есть, один на один, я думаю, это моя версия, она гипотеза, то есть, речь идет о том, что один на один имелось в виду не один ураза Мухамеда, а один Кул Мухамед. Потому что, как я уже сказал, по письму, обратному отпускному письму царя, мы знаем, что, так сказать, письма были написаны не только Тавакул-хану, но еще и его братьям. И, скорее, судя по всему, там послы называются во множественном числе, то есть, были какие-то посланники или послы и вот других казахских суттанов. Другого ранга, другого статуса. Да, ну, то есть, здесь, скорее всего, на Одине, то есть, один на один, вот без… То есть, мы официально с ними со всеми встретились, поговорили, а теперь вот у раз Мухамед хочет конкретно с Кулу-мухамедом переговорить, чтобы, так сказать… За главой делегации. Да, с главой делегации. Ну, естественно, со стороны посольского приказа России эта беседа фиксировалась, там были, как я уже сказал, переводчики, то есть, речь идет на один на один, то есть, чтобы Кулу-мухамед был один. То есть, не чтобы у раз Мухамед, он такой бы в посольском приказе России не допустили бы, потому что, понятно, что это он официальную миссию выполнял, то есть, он вел, как бы, беседы, но беседы эти были не дежурные, не только там, как поживает царь, хотя это официальная формула была, то есть, мы знаем, что послы не с первых вопросов был и первых ответов, что вот наш царь, с ним все хорошо, и обратно, такая формула существовала. Но там обсуждают, а какая ситуация в Ханстве, оправдали, что он этим правит, а какие отношения с соседями, а с бухарским правителем, как, а с ногами, как, то есть, вот эти вопросы. То есть, это как раз говорит, ну, я, по крайней мере, склоняюсь к тому, что вот это были не такие, не неформальные, а вполне себе такие официальные беседы, то есть, и здесь роль у раз Мухамеда нужно не занижать, а, мне кажется, наоборот, подчеркнуть, что он официально посольскую миссию выполнил. Причем, там интересный момент есть, он не просто встречался с Коммухамедом, он, идя навстречу казахскому послу, он же, ну, тоже это известный сюжет, на самом деле, он добился разрешения, а для этого нужно было разрешение. В то время в Москве находилось посольство, такое достаточно представительное посольство иранского, ну, или персидского государства, и вот он попросил, это тоже он сам обратился у раз Мухамеда, то есть, Коммухамед обратился к нему, у раз Мухамеда уже от своего имени обращается к руководству посольского приказа, что вот отпустить, встретиться с иранским послом, а потом, судя по тому, что один из представителей иранского посол, не сам посол, хотя она до сих пор пишет, что вот персидский посол, который был в Москве, он отправился в Казахское ханство, нет, один из его людей был этим персидским послом, направлен к того кулхану, и, то есть, это такой нетривиальный, непростой сюжет, то есть, это значит, он имел определенный вес у раз Мухамеда значения, что к его слову прислушали, сказали, хорошо, хотя это миссия другая была, в такой практике она, ну, то есть, посольство пришло конкретно из Персии в Россию, соответственно, у них свои задачи, совершенно верно, работа с московским царством, да, абсолютно, а здесь посол другого государства просит, давай мы с ним встретимся, то есть, говорим вопросы, ну, действительно, тогда внешнеполитическая ситуация вокруг Казахского ханства была очень непростая, и тут нужно отметить находчивость и кулу Мухамеда, самого, собственно, посла, Казахского посла в Москве, что вот он сумел убедить и у Размухамеда в значении, и у Размухамеда, соответственно, руководство посольского приказа в России, что действительно нужно встречу провести, причем не просто встречу, такую дежурную встречу, но что представитель Персидского посольства пришел к Тавакул-хану, они, очевидно, имели какую-то беседу, и он обратно еще возвращается, то есть, это... То есть, были какие-то вопросы общие, да, которые получили? Ну, они, в принципе, известны, то есть, очень непростая ситуация в середине 90-х годов у каланских правителей, ну, непосредственно Тавакул-хана была с бухарским ханством, то есть, это последние годы правления выдающегося такого бухарского правителя Абдаллах или Абдаллы-хана, который много лет правил, который там завоевывал все, и очень непростые у Тавакул-хана, еще у его отца Шигая-хана были очень непростые отношения, то и они были союзниками, то потом их дороги разошлись, и вот каланский правитель искал себе возможных союзников, как раз в борьбе с Бухарой, с бухарским ханством. А в Персии, как известно, тоже были непростые отношения с Бухарой, тут и садись, ну, собственно, сама цель миссии какая была, мы же тоже, в принципе, можем по этим документам, по крайней мере, по некоторым из них говорить о том, что как раз вот это был поиск союзника, потому что кул Мухаммед прямо говорил, вот сейчас если бухарский царь тут придет на Эмбу, там, на Каспий северный, поставит свои крепости, и вам тоже будет не сдобровать, что называется, поэтому просил вооружение, просил, ну, там, как говорится, оружие огненного боя, ну, там, скорее всего, не просто вооружение, но именно какой-то отряд, ну, там, свои переговоры, то есть это была такая внешнеполитическая акция с конкретными целями, задачами. Ну, кстати, одной из целей миссии уже довольно давно называется как раз вызволение или освобождение ураза Мухаммеда, то есть вот эта вот миссия кул Мухаммеда, она преследовала официально, по крайней мере, судя по документам, ну, это такое устоявшееся уже, еще с Карамзина это пошло, Левшин потом добавил. И в советской историографии. Да, да, и в современной историографии, то есть вот Тавакулхан решил вернуть племянника и направлять миссию кул Мухаммеду. Ну, я предполагаю, что было важнее, все-таки, это было важно, это был, ну, это больше был такой официальный повод, речь шла о поиске союзника, военного союзника, хотя бы ситуативного, чтобы вот противостоять Абдаллаху. Ну, а что говорят, собственно, источники? Какова роль у Раза Мухаммеда вот в этой ситуации своим статусом, своими полномочиями? Что он, как он смог помочь нашей делегации, казахского хана Таукеле в решении вот этих внешнеполитических задач? Помимо того, что, то есть, они получили оружие, может быть, были еще какие-то торговые отношения или еще что-то? Ну, иногда в историографии говорят о том, что торговля была с того момента как-то более интенсивной стала, кто-то к более раннему периоду относит, но на самом деле по тем источникам, которые у нас сохранились, которые доступны, речи о торговле там не шла. Да, причем очень интересный момент, после посольства Кул Мухаммеда, вот после тех бесед, которые состояли с Уразом Мухаммедом, мы знаем, что в марте 595 года это посольство возвращается, причем в составе этого посольства уже со стороны Москвы русский посол, Велимин Степанов, он отправляется к Тавакулхану. Мы знаем о том, что было второе посольство Кул Мухаммед еще раз было в Москве уже, уже в свою очередь возвращаясь с русским посольником, причем там во втором посольстве мы знаем, что был, кроме его брата, родного Кул Мухаммеда, там еще был и один из сыновей этого Кул Хана. То есть мы даже знаем, что была еще одна какая-то миссия, буквально через полгода, может быть, в течение года со стороны Москвы Кул Мухаммеда, но потом на многие годы источники, буквально на многие десятилетия, там практически до конца 80-х годов уже 17-го столетия, вот после этих событий, после Ураза Мухаммеда, после Кул Мухаммеда контакты практически прерываются. И надежных данных об официальных контактах мы не находим, в том числе и о торговых отношениях. Но может быть, эти материалы были уничтожены, вот эти многочисленными пожарами московскими? Совершенно не исключено, историки на это надеются, конечно, что вот каждый желал бы и хотел бы найти какой-нибудь интересный документ, потому что на протяжении такого количества лет, чтобы не было контактов, это необычно, но там была еще и ситуация, связанная с внешнеполитической ситуацией, собственно, казахского ханства, то есть это Калмыкское ханство, это Уэраты, которые фактически занимаются РРК как раз в 17-м веке и фактически отрезают, то есть вот, когда иногда говорят, что вот, после завоевания Казани и Астрахани, границы казахского ханства и русского государства сблизились, и, ну, так сказать, некоторые параллели из политической географии современной бросают в тот период, на самом деле тогда ситуация была гораздо более бурной, и общей границы тогда не было, а после напряжения 17-го столетия, когда уэраты фактически, ну, контролировали большую часть, степной части вот казахской степи, контакты были, если они были, то они были единичные. Ну, вот если вернуться к значению Ураза Мухаммеда в тех самых посольских дипломатических событиях, тут несколько моментов. Во-первых, содействие казахской миссии. Мы уже говорили о том, что была непосредственно не только встреча, а их, на самом деле, как минимум три встречи было, был личный прием, то есть Кул Мухаммеда в поместье Ураза Мухаммеда, то есть он был уже гостем не только русского царя, послом, но и, скажем так, еще личным гостем Ураза Мухаммеда. Мы знаем, что Ураз Мухаммед передал через Кул Мухаммеда подарки Тавакул хану, Ишима, султану тогда еще, это будущий казахский хан, другим родственникам и так далее. Мы предполагаем, есть такая версия, она пока на уровне такой предположения, даже не гипотеза, а предположения, что сын Тавакул хана, который прибыл уже со вторым казахским посольством, с посольством Кул Мухаммеда второй раз, когда он был в Москве, он прибыл, судя по всему, возможно, на смену Ураза Мухаммеда, он, возможно, был, либо при Уразе Мухаммеде был, потому что, возможно, вот Беляков в такую версию, он просто предполагает, он не утверждает, и мы утверждать тоже, и не можем, что вот Мурат Султан, это один из тех правителей, которые по ошибке называют сыном Ураза Мухаммеда, то есть, возможно, вот тот султан, который, сын Ураза Мухаммеда, который оставался в плену или находился у уже Дмитрия Второго, это вот как раз возможно, что, ну, судя по тому, что имя схоже, возможно, что это вот был как раз сын Таваку, и Ураза Мухаммеда хотел его освободить, то есть там, по крайней мере, он поддерживал контакты. Тут нужно не забывать, что Ураза Мухаммеда ведь не один находился в русском государстве, и когда мы говорим, что Тавакул-хан хотел освободить или вызволить Ураза Мухаммеда, ну, тут, это моя гипотеза, тут она, наверное, не озвучилась, ну, в плену находилась родная мать Тавакул-хана, точнее, в Москве, якши-бегим, то есть, мать самого Ураза Мухаммеда, ну, и бабка его, то есть, это не его, не по Уандану-султану, а как раз вот, посредственно, мать Тавакул-хана, возможно, он и не столько Ураза Мухаммеда хотел вернуть, сколько вот родных Шимбекима-геримеда. Ага, интересно. А я думал, вы хотите рассказать про Кадргалей Жалаири? О, ну, это самостоятельная личность, даже если бы не было Ураза Мухаммеда, я думаю, личность уникальная, то есть, еще более загадочная, потому что, с одной стороны, мы знаем о его труде, который очень много привлекает внимание, и уже очень давно, еще с 19-го столетия, уже переводы, Чукан-Вальханов его переводил, по крайней мере, фрагменты был знаком с этим трудом, и вот, как мы уже говорили, совсем недавно был сделан великолепный перевод на русский язык с комментариями, сравнение разных списков, которые сейчас доступны историкам. Кадр-Алибек или Кадргалей Жалаири, это своего рода истериограф, его называют Аталыком у Ураза Мухаммеда, кто-то... наставник, да? Да, да, совершенно верно, как такой наставник. Мы не знаем точно, когда их судьба связала друг с другом, но сам Кадр-Алибек пишет о том, что он был связан еще с предками Ураза Мухаммеда, то есть, возможно, служил ондан султану, то есть, отцу Ураза Мухаммеда, либо саму Шигай-хану. Он оказался вместе с ним в Сибири, где, собственно, Ураза Мухаммеда был пленен. Ну и самое главное его такое достижение, конечно же, это его великолепный труд, Джамиат Таварих, ну это название такое предположительное, начало, как мы знаем, не сохранилось, мы не знаем, как сам он его называл. Это посвящение было связано как раз с воцарением Ураза Мухаммеда, ну, труд посвящен Борису Годанову, царствующему тогда в России русскому царю, ну, это понятно было, и приурочен как раз к вошествию на престол Ураза Мухаммеда, он был написан уже после того, как Ураза Мухаммеда царился, то есть, может быть, самое начало 17-го столетия, там описывается обряд возведения, описывается генеалогия Ураза Мухаммеда, собственно, по большому счету, одним из таких важнейших источников биографии, скажем так, генеалогии Ураза Мухаммеда, как раз этот труд является. Этот труд является главным, пожалуй, источником по... хоть какие-то данные, если известны об его отце, он дан султане, это как раз из этой книги, из этого труда заимствованы. Поэтому лично действительно уникальное. Раньше, еще до недавнего времени, его связывали с так называемым Карачой, то есть был известен такой персонаж, имя его было неизвестно. при Кучуме во время Ермака, поход, вот это известное противостояние с Кучумом, Ермак, с одной стороны, с другой Кучум, вот это вот захват городов, их битвы, да, да, совершенно верно, еще в 80-е годы 16-го столетия. И вот там был персонаж, который сыграл приближенный Кучумхана, там он назывался Карача, это, скорее всего, титул, это не собственное имя было. И вот многие годы, ну и сейчас называют, как раз вот, Кадргали и Джалайри, как раз называют этим Карачой. Хотя вот, ну уже несколько лет тот же Беляков писал, ряд других исследователей нашли документы, которые говорят о том, что все-таки Карача это был другой человек, но Кадр-Алибек, Джалайр, или Кадргали Джалайри, он был все-таки приближенным ураза Мухаммеда, был, скорее всего, действительно его, как бы, наставником, эталыком, близким лицом, которым был, судя по всему, имел соответствующее образование способности, чтобы написать этот труд. Ну да, для такого труда надо иметь особую способность. Конечно, там перевод нужен, знание языков, определенная начитанность необходимая и так далее, и так далее. Этот труд, он очень интересный, он вот, как раньше привлекал внимание, так и, я думаю, многие-многие поколения историков будут привлекать внимание, потому что мы не так много по истории Каравского ханства, к сожалению, знаем, но вот каждый источник для нас важен, а этот один из таких действительно очень важных, актуальных, причем там не только, как было принято раньше в историографии, это как бы компиляция трудов предыдущих исследований, историков, летописцев и так далее, но там есть и оригинальная часть, то, чему сам Кадр-Любек был свидетелем, то есть там уникальные моменты, которые в других источниках мы не находим, в том числе, кстати, по и генеалогии, ну и известное описание воцарения, то есть целый обряд, это как раз церемония, да, церемония возведения в ханы у разу Мухаммеда, это вот как раз мы с этого источника знаем, поэтому по этим личностям, мне кажется, можно даже и отдельные работы, хотя они, безусловно, связаны, то есть одна без другой тоже тяжело рассматривает, но они такие равновесные для истории, для историографии, потому что действительно вклады одного и другого они значимы, они интересны, они важны. Очень хорошо. Ну, я думаю, упоминание Кадрэль и Жалаири, это необходимо было в нашей передаче, потому что все-таки человек был очень близким, они друг с другом были, вот действительно, как две составные части, наверное, дополняют друг друга, это как учителя и ученик, наставник, имеют особое отношение к своему ученику, воспитаннику. И этот труд, действительно, очень важный труд касательно, собственно, истории Казахстана, истории Казахского ханства, вот, и один из немногих, наверное, таких источников, которые действительно раскрывают подробности развития государственности нашей страны, нашего государства, в тот период. Хорошо. Вы часто упоминаете Белякова. Помимо него, недавно была презентация еще одной работы Абдирова, казахский хан в русском государстве, о жизни, деятельности ураз Мухаммеда. Вам приходилось читать, знакомиться с этой работой? Что скажете? Я в целом могу сказать, мне кажется, для зрителей, те, которые интересуются биографией ураза Мухаммеда или событиями той эпохи, я думаю, будет интересно знать. Тут есть такая особенность у нас, с одной стороны, личность ураза Мухаммеда, она действительно пристальное внимание, регулярное, уже многие годы. Я уже вспоминал Велимина Зернова, это все-таки 19-е столетие, он огромную книгу написал, и там значительная часть в одном из томов как раз ураза Мухаммеда посвящена, его предкам и так далее. Но, с другой стороны, книг, которые точечно, отдельно, персонально были бы посвящены ураза Мухаммеда, их не так много. И действительно, здесь можно назвать только несколько фамилий, которые, по крайней мере, на уровне монографии, то есть отдельных книг, которые выходили, которые исследовали с разной степенью глубины, но, тем не менее, работы выходят. Сразу можно сказать, что эти книги, к сожалению, пока не закрыли вопрос о ураза Мухаммеде в том смысле, что история ураза Мухаммеда биографии его уже восстановлена. и здесь недоработка авторов, это, конечно, не об этом речь, а речь о том, что источников, к сожалению, о жизни и деятельности ураза Мухаммеда крайне немного, они отрывочны, то есть из его биографии многие годы выпадают, потому что мы даже не можем ответить на вопрос, по каким причинам он оказался в Сибири, например. Мы не знаем о периоде его детства и юности, то есть где оно прошло, как оно прошло, мы можем только предполагать. Но, тем не менее, благодаря как раз работам и казахстанских историков, здесь, в первую очередь, конечно, нужно Кадыжана Кабиденовича Абуева вспомнить на непокойного, который несколько работ посвятил, у него были статьи, но мы сейчас говорим о книгах, связанных с историей сибирского ханства, но там целые есть фрагменты, есть и отдельная книга со своей ученицей Мухаммадея, у них есть работа как раз Мухаммеду отдельно посвящена, позже он несколько книг издавал, есть работа Мурата Житакиргеновича Абдирова, она из последних работ, связанных, посвященных, точнее, биографии Ураза Мухаммеда, есть книга не очень большая, но она на некоторые вопросы, по крайней мере, отвечает и воссоздает ту эпоху, ту среду, в которой жил Ураза Мухаммед, это книга современного российского исследователя Белякова, книга у нас вышла несколько лет назад, вот ее бы я рекомендовал для тех, кто более глубоко заинтересован, не все аспекты конечно там открыты, но тем не менее некоторые моменты, некоторые уточнения в биографии, в жизнедеятельности, в событиях, связанных с Ураза Мухаммедом, они там реконструированы, нужно сказать, до сих пор, несмотря на вклад вот этих историков, которых я назвал и других, потому что не только они пишут, и отдельные статьи выходят, также Мухаммадеева на несколько статей интересных выпускала в свое время, связанные как раз с посольской деятельностью, или ролью Ураза Мухаммеда в казахсо-русских переговорах, ряд других историков, но тем не менее вопрос такой целостной биографии, восстановления его биографии, такой хорошей, большой книги, он далеко не закрыт, тут потому что требуется большая, без всякого пафоса, многолетняя работа, я не знаю, кто возьмется за эту работу, может кто-то взялся, но, то есть по крупицам собирать, все сопоставлять и анализировать и попытаться восстановить на широкой такой источниковой основе биографию этого действительно очень необычного исторического деятеля, такого, как у Ураза Мухаммеда. Ну, если вы говорите о том, что в перспективе такая задача может быть поставлена, тем более есть белые пятна, которые необходимо закрыть, как вы думаете, есть ли для этого необходимы источниковые базы, где стоит искать материалы об этом, может быть как раз дипломатическая функция участия в каких-то переговорах получила отражение и сохранились в архивах зарубежных стран? Источники существуют, часть источников опубликована, надежда на необходимость работы и тщательной, методичной, систематичной работы по сбору источников, связанной с жизнью и деятельностью Ураза Мухаммеда, такие источники я уверен могут быть обнаружены и здесь в первую очередь судя по тому, что он провел самые насыщенные годы своей жизни в России, в Москве, тем более, что он занимал ответственные должности, имел высокий титул царя и принимал участие в официальных и посольских встречах и, как мы уже сегодня поговорили в переговорах, в том числе, наверняка тут с большой долей надежды, пока не уверенности, но надежды можно говорить о российских архивах, я думаю, может быть, в российском государственном архиве, древних актах, может быть, в некоторых других региональных архивах, тем более, учитывая, что его поместья были в разных регионах тогдашней России, может быть, какие-то данные сохранившиеся в неизданных материалах зарубежных послов либо военных эпохи смутного времени, которых тогда иностранцев было в Москве очень много в регионе, в России. Источков немного, к сожалению, и навряд ли все они будут собраны, но эту работу нужно делать и не оставлять попыток, по крайней мере, те источники, которые уже известны и те, которые могут быть найдены в результате археографической работы, я думаю, они позволят хотя бы, ну, как минимум, сделать биографию более интересной, угубить наши знания о жизни Ураза Мухаммеда. Эту работу нужно проводить. навряд ли, к сожалению, мы сможем полностью реконструировать его биографию, но если какие-то усилия будут предприняты кем-то из исследователей, из историков, может быть, это коллектив авторов будущего, я не знаю, решит или возьмется решать этот вопрос, посмотрим. Но работу эту нужно вести, источники, наверняка, какие-то, пусть не в полном объеме, не по всем аспектам его жизнедеятельности, но тем не менее, я думаю, какие-то могут быть наверняка обнаружены. Согласен с вами. Большое спасибо. Я надеюсь, что к нашему сегодняшнему разговору прислушаются и будущие исследователи, историки, и кто-нибудь из них возьмется за эту тему и сумеет воссоздать жизнь, деятельность, биографию такой незаурядной, удивительной, интересной личности, как Ураза Мухаммеда. Большое спасибо. Вам спасибо за такую тему, что пригласили и что мы поговорили о такой действительно важной, интересной личности, как Ураза Мухаммеда. Рахмед. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Егорова